вы все говно говно должно говорить громче мы говно армия даже из таких комиков как мы делает настоящих мужчин разряд мне ванус ты меня понял доброго времени уток с вами как всегда арта ласки и прежде чем мы начнем я хочу немного рассказать про мой новый любимый сайт юдами здесь вы можете научиться всему чему только захотите том числе и созданию игр даже многие иностранные курсы имеют субтитры поэтому языковой барьер уже не барьер но и на русском там уже полно курсов по геймдеву например недавно прошел вот этот небольшой но очень понятный и полезный курс для новичков по созданию полностью анимированного персонажа управляемого с помощью кнопок джойстика или виртуальных кнопок на мобильном устройстве само собой по ссылке в описании вас ждет отличная скидка surprise motherfucker и наконец-то четвертая серия она не выходила так долго что многие уже уверились в том что проект заброшен сдался парень это не про него даже несмотря на то что я периодически выкладываю новости в группу вк и инстаграм и даже в комментарии под последними видео все равно находятся умники которые демотивируют всех остальных и утверждают что проект заброшен как вы заметили я добавил в игру интерфейс это хорошая новость но половина из него пока не работает это плохая также мне пришлось сделать иконки оружия самостоятельно и я сделал это максимально тупым но простым и быстрым способом я просто выстроил в ряд все оружие из игры включил ортогональную проекцию отключил эффекты неба и постобработку чтобы не было никаких градиентов затем я просто сделал скриншот и закинул его фотошоп а так можно да говорил же читай инструкцию есть инструкция далее я просто выкрутил яркость на максимум чтобы они стали чисто белыми и уменьшил весь этот атлас на пару пикселей чтобы границы немного сгладились это заняло буквально минуты три зачем платить больше кстати я добавил в игру людей и помог мне в этом замечательный ассит постапокалиптик характер это шикарная ассит с проработанными персонажами которых вы можете кастомизировать получая непохожие друг на друга варианты соотношение цена-качество здесь явно нарушено потому что на самом деле это должно стоить дороже также я приобрел несколько паков анимации для своей игры от кубльда этот человек работал над анимациями для третьего ведьмака они записаны с помощью технологии моушн-капчур поэтому персонажа действительно выглядят как живые что касается интеллекта его нет пока что враги тупые как камушек но вполне способны оказать сопротивление игроку диман что за балет играть жестче поцелуй меня в пачку вообще я разделил всех персонажей на два лагеря одни будут идти на пролом другие будут прятаться и устраивать засады как тот тип в начале видео что касается самих персонажей то в игре будут люди и мутанты потому что по сюжету а теперь в игре есть сюжет есть некое движение которое готовится к выживанию в постапокалиптическом мире и всячески пропагандирует конец света никто не воспринимал их всерьез пока этот самый конец света не начали устраивать именно они кстати помимо сюжета у игры также появилось официальное название call of cry что является отсылками сразу к двум играм в жанре шутера от первого лица и было бы очень круто запустить такую же линейку шутеров да хуже качеством и меньшим масштабом но и ценой в три раза меньше что касается техническое счастье она была полностью переработана с нуля я отказался от асета ю фпс и сделал собственную игровую механику используя визуальное программирование с playmaker ориентирами стали игры call of duty 4 modern warfare battlefield 5 и первый far cry например вы можете заметить что панелька с патронами и оружием во многом копируют пятую батлу компас внизу экрана вдохновлен четвертой колдой также как и крестик на прицеле при попадании в кого-нибудь ощущение от стрельбы в шутере очень важны поэтому над чем я работаю сейчас так это интегрирую отличный асет добавляющий реалистичную баллистику тут вам и рикошеты и пробитие препятствий с изменением траектории пуль и сила тяжести при этом учитывается масса пулей и первоначальная скорость и много еще интересных факторов которые позволяют достаточно тонко настроить каждое оружие в игре несмотря на весь свой функционал все это дело достаточно хорошо оптимизировано и основано на системе рейкастинга unity в общем с реалистичной баллистикой стрелять будет немного сложнее но в разы интереснее как вы помните в прошлой серии я создал модель зил 600 сил и многим стала интересна реакция на это самого академика мне это тоже было не менее интересно поэтому я отправила ему результат в личку пока отметил в инстаграме и ни хрена не произошло либо он просто не заметил в толпе других сообщений и я прекрасно его в этом понимаю я и сам частенько теряю нужной мне диалоги из-за этого либо ему просто не понравилось либо ему все равно может рано или поздно поступит какой-нибудь ответ но пока что тишина но на стоя действительно готов потратиться для этого проекта так это на визуальную составляющей вообще для меня это очень непривычно так как я сам предпочитаю создавать графику для игр но именно этот шаг и является самым долгим создание контента всегда самый долгий и трудный процесс разработки игры вас может быть готова механика сюжет и много чего еще но это все останется лишь механикой работающий на кубиках без текстур именно графики является лицом игры именно она создает атмосферу в которого мы погружаем своих игроков и чтобы это было действительно круто нужно создавать воистину хороший контент а хороший контент требует времени у меня было несколько вариантов развития данного проекта и ни один из них мне не подошел поэтому я решил что нужно поднимать планку вы много ждете от этой игры и мне нравится что вы тоже вдохновлены этим проектом вместе со мной поэтому я хочу сделать действительно хорошую игру мы уже поняли что за 500 долларов хороший шутер не сделать но если поднять планку скажем до 1000 долларов то из этого уже может что-то получиться но вообще я сейчас не стану называть точную границу я просто куплю все необходимое а потом скажу сколько было вложено в разработку этого проекта нет конечно за 500 баксов можно сделать хороший шутер но где-то половину вам придется делать самостоятельно либо использовать рабов работающих за еду за 500 баксов можно купить механику и сделать простую лоу поле графику своими руками или даже воксельную как я это делал в зомбуме и 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 что ж я надеюсь вы не зря ждали это видео иначе подобные дневники разработки придется прекратить и показывать уже готовый играбельный вариант следите за моим инстаграмом чтобы узнавать свежие новости про разработки этого проекта и подписывайтесь на мой канал поддержать проект вы всегда можете по ссылкам в описании но даже простой лайк комментарий и репост по-прежнему неоценимая поддержка на этом у меня все спасибо что посмотрели это видео до конца желаю вам успешных и прибыльных проектов ну а с вами был арталаски пока им и и и и Субтитры сделал DimaTorzok